Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня впервые я снимаю мукбанк на две камеры. Не знаю, как получится в процессе монтажа. Одна камера снимает вблизи, но вы сейчас все увидите. Надеюсь, что получится нормально смонтировать. Сегодня у нас грузинские хинкали. И еще я заказала немного роллов. Мои любимые Эбби ролл, Калифорния. Здесь немножко огурец, соевый соус, имбирь и обязательно соус для грузинских хинкали. И давайте приступим, потому что я очень голодная. Сегодня я была на вождении 2 часа. Кстати, я встретила своих подписчиц, прям когда садилась в машину. И они сфоткались со мной. И сразу моя инструктор спросила у меня, почему эти девочки подошли и сфоткали с тобой. Я-то ей не рассказывала. Про то, что я блогер. Я сначала хотела сказать, что это мои знакомые. Но это прям явно было бы враньем. Если бы они хотя бы со мной не сфоткались, можно было так сказать. И потом я подумала, а что здесь такого? Просто до этого, когда инструктор спрашивал, где я работаю, я сказала, что в строительной компании. А так получается, что я соврала. Ну, я работала в строительной компании. И она мне предложила очень крутую идею. Говорит, давай снимем полноценный влог, как ты водишь. Я подумала, действительно классная идея. Надо обязательно что-то такое заснять. Тем более, она тоже знает. Уже можно даже с микрофоном, с петличкой показать вам эти моменты. Если честно, сегодня я немножко разочаровалась в себе. Сегодня я водила 2 часа. То есть, 2 урока подряд. И под конец почему-то меня начала трясти. Вот эти вот круги для меня это просто ад. Я не могу попасть в этот круг нормально. Сзади сигналит, что давай быстрее. Спереди столько машин. Я боюсь, я сейчас поеду и врешусь в кого-то. В общем, на кругах мне было очень тяжело. я растерялась. И сейчас я понимаю, что я сделала очень правильно, что взяла именно 10 занятий. в общем, у меня получат 11 занятий, потому что первое занятие это пробное было. еще плюс 10 занятий. И еще плюс 10 взяла. Но сегодня мне было прям реально что-то страшно. Возможно, еще и это психологические моменты. Не знаю, читали ли вы комментарии, но я их читаю. И там мне девчонки писали, что вот, если у тебя есть страх, это очень опасно, ты можешь кого-то убить. я, прочитав эти комментарии, как-то тоже очканула. Я вообще считаю, что такое писать неправильно. Могу объяснить, почему. Никто, родившись, не умел водить. Если все люди научились водить, значит, я тоже смогу. Я не хуже всех этих людей, которые за рулем. Вы знаете, точно с этими мыслями я начала свой YouTube-канал. Я смотрела других блогеров и сама себе задавала вопрос, а чем я хуже этих людей, которые зарабатывают с YouTube, и снимают видео, у которых есть аудитория. И вот то же самое у меня сейчас с вождением. Даже бабушки за рулем. Все приходит с практикой. Нужно просто много практиковаться. Очень хорошо, что у инструктора есть тормоз. Это прям решает вопрос. Как я соскучилась по грузинским хинкалям. Я могла просто отварить грузинские, но потом подумала, что с роллами будет лучше. Я забыла взять салфетки. Как мне нравится, как я сейчас настроила свет, мне кажется, просто идеально. Достаточно поздно села снимать видео, но ничего страшного. Хорошо получилось настроить свет, и это самое главное. Вот такие вот дела, мои хорошие. Что-то мне очень страшно. Естественно, я еще параллельно смотрю тачки. выбираю. Дай бог, если не передумаю, если все будет по плану. Конца света не наступит. То хочу что-то прикупить. Столько дорожных знаков, которые мы учили, когда получали права, этих знаков вообще нигде нету. Зачем мы их учили? Узнать еще. Многовато, конечно. Кстати, хотелось бы очень попросить вас, кто смотрит меня без подписки, подпишитесь, пожалуйста. Осталось совсем чуть-чуть. Там 900 человек, нужно до 300 тысяч. И как только на моем канале будет 300 тысяч, я вам обещаю офигенный мукбанг. Будет очень интересный мукбанг. Я даже знаю, что я куплю, в каком количестве, в каком размере. В общем, идейки у меня есть. Надо добить 300 тысяч. Как хорошо, что я не удалила вот эти кусочки видео. Помните, я вам рассказывала, я еще летом хотела купить машину, мы искали, мы даже выбрали одну машину, просто в конце не договорились с ценой. И, в общем, как мы везем там на диагностику. Варианты, между которыми я сомневалась, это все я показывала во влоге. И вы представьте, этот кусочек я не удалила, я его оставила. Совсем забыла удалить. Просто на моем ноутбуке очень много места. Я могу себе позволить не удалять. Дай бог, если все будет нормально, я куплю машину, но я хочу сначала вставить вот эти кусочки, как мы летом искали. А потом уже, уже конец. у меня вроде в жизни ничего хорошего особо не происходит, но почему-то в последнее время у меня прям хорошее настроение. Многие спрашивают, от кого цветочки. Одна девушка даже написала, зачем показывать цветы, если ты не говоришь, от кого они. вы знаете, я поняла, что все-таки счастье любит тишину. Поэтому я не все публикую, просто цветочками захотелось поделиться. эти грузинские лепила мама, и они настолько ювелирно одинаковые получаются. Кстати, ссылочку вам обязательно оставлю. на рецепт переходите, готовьте. Вот я сейчас смотрю, как получается. И мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но на мой взгляд, с двумя камерами получается намного круче. А вы свое мнение тоже обязательно пишите, потому что мне очень важно. Так, конечно, сложнее, и снимать сложнее, и монтировать сложнее, но самый главный результат. Я хочу на 300 тысяч заказать большого лобстера. заказать осьминога. И, в общем, какой-то крутой мукпанк смутить. Я буду очень благодарна, если вы мне поможете добить 300 тысяч. Если все равно вы меня смотрите, иногда бывает, человек все равно смотрит, пишет комментарии, и так далее, просто забывает подписаться. но все-таки есть среди моих подписчиков и справляемся. и так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Как я вкусно поела Это, конечно, было нечто Осталось всего 3 ролла Я наелась, было очень вкусно Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца Обязательно переходите в инфобокс И смотрите рецепт на грузинские хинкали А с вами была Айка, всем пока